Девушки отдыхают А сюда мы положим нашу вот эту свинюку большую Прекрасно А что сегодня на обед-то у нас будет, Николай? Самый главный вопрос Значит, у нас, поскольку Я сейчас тебе покажу О, какой кусок мяса Он готовиться будет долго Поэтому мы сейчас его там замаринуем Делаем все, что надо, поставим готовиться А чтобы нам не умереть с голоду Мы сделаем что-нибудь легенькое Салатик там Вот шпикачки у нас есть Поняла Тогда я начинаю возиться с мясом Давайте Вот А ты можешь Идея со шпикачками какая? Надрезать Кусочек вот такого сыра вложить Надрезать как? Вдоль, да Ну, чтобы не развалилось Ну, так раскрывалось Так Вложить туда кусочек сыра Обмотать бекончиком Я здесь И закрепить зубочисткой Зубочисткой Зубочистки я специально вымочил в воде, чтобы они не горели Тогда Занимайся этим Понял А я буду рассказывать, показывать, что мы делаем с мясом Хорошо, договорились Так Лучше всего обмазать мясо такой В принципе, это сухой у нас маринад Самый простой Я здесь взял аджику плюс хмели-сунели Вот так Класс Вот Сейчас я беру Насыпаю этой штуки сюда Вот Добавляю примерно туда столько же соли Так, на глаз Добавляю растительного масла Немного И тогда у нас получается вот такая вот кашица Смотри Но это же уже не сухой маринад получился Нет, это сухой маринад Потому что есть Какой еще есть вариант? Можно, конечно, натереть маслом там Подсолнечным или оливковым свинину Потом посыпать сухим И натирать Ну, это вот так Однажды, ты знаешь Ты сказал сейчас про сухой маринад Я вспомнила Однажды мне приходилось пробовать Шашлык у наших знакомых И вот там был действительно сухой маринад Повар взял сухие специи Очень много петрушки И Свежие петрушки Да, свежие петрушки Все это мелко порубил И свежий лук И вот этой сухой смесью Натер мясо Так И жарил на решетке И я почему-то думала, что мясо-то получится сухим Что трава сгорит И, в общем, повар будет ждать неудачи Но почему-то все получилось необычайно вкусно Как вы думаете, в чем успех? Не знаю Потому как Я, в общем, против мелко нарезанной травы В маринаде Поскольку Потом От нее совершенно невозможно избавиться Ее надо С каждого кусочка снимать, стирать А если остается на мясе Она потом горит И вид приобретает Вот так Не очень симпатичный Здорово Немного сыра? По-моему, хорошо Да, вообще, разумного бывает Хорошо Так А у меня здесь Сейчас я посмотрю Да Вот Выглядит уже очень аппетитно Аппетитно, конечно Такая какая-то она Ой, какая Вкусненькая Так Сейчас я это дело Так вот Покомпактнее сложу Так И у нас в этом агрегате Здесь угли Нормально А вот сюда Крышка тяжеленная Дайте посмотреть Даже интересно, что там Вон там угли дымятся Слушайте, ну это целая коптильня Ну, она не коптильная Вот это и есть настоящее барбекю С точки зрения Вот классического Американского барбекю То есть Здесь можно готовить Большие куски мяса При не очень высокой температуре Примерно Ну До 150 градусов Но и само собой Это будет готовиться долго Поэтому Мы сейчас Это дело Закроем Долго сколько? Часов пять? Нет Ну вот это будет Часа два с половиной Ну да, не быстро Вот Ну мы там чайку пока Попьем Сейчас вот перекусим Шпикачками Нам еще салат же делать Картофельный Там процесс пошел А туда нам только надо будет Ну Каждые минут сорок пять Добавлять угли Добавлять угли И все Дальше это уже не прикладая рук Так Я теперь уже Готов подключиться К приготовлению Картофельного салата Я кастрюшку А что там у нас уже Картофель отварной? Да Я не до конца Отварил картошку В мундире Вот она еще тепленькая даже Так Теперь я ее Нарежу На Такие Толстенькие Ломтики Смажу маслом И буду жарить Вот на том На Классическом Сверическом Барбекю Который уже знаком Нашим зрителям На нем мы Не раз уже готовили С тобой Так Надо будет еще Добавлю Так А я все пытаюсь Внешний вид улучшить Шпикач Чтобы сыр Наверное вот так В оригинале должно быть Нет? Ну и так тоже хорошо Потому что он будет плавиться Внутри бекона Так А я порежу Вот На какие-то Такие вот Куски Не очень маленькие С кожурой даже? С кожурой С кожурой Вот Положу сейчас Это сюда Потом разом Все это смажу Маслом И буду жарить Так И теперь как мы оборачиваем А так Заворачиваем вот так Да-да-да Смелее 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 И прям Зубочистку мы втыкаем В шпикачку Или нет? Потому что сок будет выходить Так Поверху закрепляем Поверху Да Не протыкая Наверное где-то здесь надо Там где Ну посмотри Ну посмотри сама Где-нибудь поближе Поэкспериментируй Развалится Еще раз Завяжем Бекона У нас много Так Да Ну это конечно Закуска Для серьезных Мужчин Ну Для серьезных Женщин Тоже Я боюсь Что я не потяну Ну шпикачку Одну съешь Наверняка же Все Уже Так Как у тебя там дела идут? Хорошо Ко меня тоже Так А сейчас И после этого Когда я буду жарить И Хотя попрошу Сделать заправку К этому самому Картофельному салату Из чего? Мы Николай Я не могу У меня ничего не получается Ну давай поменяемся У меня все разваливается Давай поменяемся Я очень расстраиваюсь Из-за этого Давай поменяемся У меня весь бекон Развалился Тогда придется Очень много зубочисток Втыкать в шпикачку Чтобы Это сохранило форму Знаешь Не бойся Потому что Он Потом Как только окажется На углях Он сразу прихватится Смотрите Вот видите Все развалилось Да Он Варенок Копченый Нам конечно Было бы С тобой лучше взять Сыр и копченый Может быть без бекона И мне кажется И так будет жирно Нет? Ну Тогда Ну что И сыр будет сразу вытекать Сыр вытечет Да Вторым слоем Можно картошку Выкладывать Знаешь А может быть Даже я Да Только надо Маслицем смазывать Где-то там Вот кисточка у меня лежит Каждый слой Да Я думаю А солить Не надо? А солить Мы прямо там При этом самом При процессе Знаешь Я похоже Вообще Как-то пока Обхожусь Без зубочисток А без зубочисток Без зубочисток Да Посмотрим Но я думаю Что Не развалится Николай Кстати Практически Каждую программу Мы делаем Что-нибудь Из свинины И я думаю Для наших зрителей Будет интересно Узнать Как правильно Свинину Выбрать На рынке Ведь есть же Какие-то Особенные критерии По которым Можно оценить Качество мяса Конечно Расскажите Вообще Мясо Свинину Для Для жарки На барбекю И Кстати И для приготовления шашлаков Ее всегда Лучше брать Немножко с жирком То есть Я всегда беру Шейку свиную Вот как раз у нас Сегодня там шейка Ведь и жарится Потому что Эти вот Прослойки жира При термической обработке Если выражаться Научным языком Они потихонечку тают И передают Свою сочность Мясо Ну вот что касается жира Мне кажется здесь понятно Все знают Что для гриля Для барбекю Нужно брать Жирное мясо Я-то имела ввиду Как вот Само качество мяса Оценить Свежая свинина Несвежая Была ли заморожена Ну в принципе Я всегда советую Иметь дело С одним мясником И Всегда у одного брать И тогда у вас будет Всегда гарантия То что У вас будет правильное мясо Поскольку Этот мясник Будет держаться За постоянного клиента И плохого не даст А вообще-то Конечно Замороженную мясо Замороженную свинину От Охлажденной От свежей Она легко Отличается Кстати Как отличается Как отличается Ну например Вот продают Кстати Шашлык продают На рынках Готовый Замаринован Никогда не брать Нет Почему Почему Но обратите внимание То что Вот советую Всем Обратите внимание Когда Вот видите Они там Очень аккуратненькие Кусочки С прямыми углами Это значит Было из замороженной Свинины сделано Потому что Мясо охлажденное Вот эту вот шейку Ее невозможно Разрезать на кубики Понятно Вот Вот такой еще Маленький шейк Ну я и говорю Значит готовую Маринованную свинину Лучше не брать Потому что вся она Приготовлена Из уже замороженного мяса Лучше всего Делать все самому Хорошо Когда ты знаешь Что купил Как замариновал И соответственно Будешь знать Как это жарить А если нет знакомого Мясника на рынке И люди покупают В магазине Тогда как быть В магазине Покупать надо В хорошем магазине Понятно Либо у хорошего мясника Либо в хорошем магазине Либо в хорошем магазине Совершенно верно Либо вырастить свинину самому Да Ну это вообще Это высший класс Я боюсь Что нам это не по плечу Так Я готов Жарить Картошечку А я вот уже Как-то не знаю Взяла инициативу В свои руки Нарубила лук Нужно это было делать Или нет Это нам Как раз У нас же мы сейчас Будем делать Такой У нас будет картошка Под соусом С сыром Рокфор Туда нам нужен будет Карас лучок Вот Уксус Самый уксус Сладкий Красный винный Горчичка Не зная Зернистая Зернистая Вот лучок потребуется Лучок И что еще И сыр Сахарку надо добавить Сахарку А сыром что делаем А сыром Бежать и вилочкой его В чем-нибудь размять А дай понюхать Да Сыр Очень Пахучий Сыр правильный Так Это я забираю Но это будет непросто сделать Так Сейчас я возьму Свои щипцы А соус что я тогда делаю На глаз Просто ингредиенты Все кладу Да По ощущениям И там добавить Сладенького Солененького Да конечно Посолить надо Не забыть Так Напоминаю Первым делом Смазать Хорошо разогретую Решетку Но сегодня у нас Такой хороший кусочек Сала Да И вот сейчас На вилке Так оно Очень удобно Пойдя посмотрю Вот я так его наколол Так и барбекюшница у нас сегодня новая Да Блестящее Такое ощущение Что они еще ни разу не готовили Да А кстати какие способы Для подготовки Первой новой барбекюшницы Для первой жарки Что нужно Нужно что-то проделать Какие-то Специальные операции Я проделал уже Какую операцию Надо Первое Когда первый раз Зажег Вот те угли Что называется Протопить ее Так же как сковородку Когда новую покупаешь Ее надо сначала Помыть С мыльным Каким-то средством Для мытья посуды Затем высушить Затем проколоть На огне Может быть даже Солью Проколить Да Проколить И потом уже использовать Так же и барбекю новое Сначала помыть Потом разогреть Нет, мыть не надо Не надо мыть? Потому что здесь у нас все Что называется на огне А как же все вот это вот Машинное масло А для этого надо Сначала протопить Все пусть прогорит Остынет Весь этот уголь Золу Выкинуть Протереть тряпочкой И все И запускать новую порцию Угля И жарить уже Что называется По белому Понятно Так А я думаю Что мы потом Как раз сейчас Когда пожарится картошечка Мы вот В этом же блюде И будем сейчас Творить этот самый Картофельный салат Так, еще картошечка у меня есть Немного сахара Да Уксус Вот столько Достаточно? Ну, Наташ Как говорится Ученого учить Только порт Нет, а дело в том Что я не люблю уксус Я никогда не добавляю его В блюдо Я предпочитаю Живой сок апельсина Или лимона Или лайма Ну В этом рецепте Есть Винный уксус Это же не какой-нибудь Там химический Это Винный уксус Вот такой жидкий Должен быть соус Или все-таки погуще А у нас Учитывая У нас же сейчас будет Сыр Сюда же? Да, конечно И лук И лук И что, прям вот так Я все замешиваю, да? Да Наверное, даже Наверное Еще уксуса? Да Только ты попробуй Давай я попробую Лучше попробуйте вы Держите Это что называется Попробуем на дедушке, да? Так Вот, я чувствую Сахар, да? Сахарку и соли, кстати, добавить Да, и соли Да Можно спокойно ложку добавлять Еще Половиночку Ну, сыр же очень соленый Не переборщим мы А, тогда права права Мы солить будем в конце Лучше потом добавим, да Солить будем в конце А лучок вот сюда Лучок Сюда же, да? По-моему, как раз он сейчас Начнет здесь сок отдавать Да, прошу Так, а у меня там процесс идет У меня же там все может сейчас сгореть Ну что, картошка у меня здесь поспевает Я ее начинаю переворачивать О, какая симпатичная Наташ, посмотри, посмотри Да Окурочка какая хрустящая Да Так что у нас салатик должен быть правильным Вот в чем преимущество гриля Ну, разве на сковородочке так пожаришь? Никогда Да Кстати Ну-ка, подержи эти сомни лопаточки Так Потому как доверил Так Вот, дай-ка я возьму У нас же и шпикачки наши Ну, сейчас будет на засыпку Будут разваливаться, не будут разваливаться Будем смотреть Но пока, пока держатся, ребята Так И дай мне еще там парочка Так, держите Ага, спасибо Так Мне кажется, очень релаксирующий процесс Точно Я просто, я боюсь, чтобы Ты свои ручки здесь не обжарила Да нет Потому что все-таки жар здесь имеется Ага Здесь у нас сильнее жар с этой стороны Потому что я смотрю, здесь румяный Да, поэтому где недожаренное Можем перекидывать туда А если сырой картофель положите, жарите Он не зажарится так? Ну нет Он будет твердым? Да, он будет твердым Хрустеть на зубах? Да Поэтому До полуготовности все-таки лучше отварить Конечно И вообще процесс Скорее за стол можно будет сесть А кстати, помните Раньше очень любили в углях запекать картошку Вот в этих углях В этих углях можно? Ну, когда уже, когда они послабее станут Завернуть вообще лучше фольгу А не заворачивать? И вот с этой золой Тогда в золе Тогда в золе Тогда в золе А для того, чтобы это стало золой, нужно что? Все это Просто подождать, когда все прогорит То есть тогда получится картошка Она как на десерт получится Печеная Печеная, да Но печеная Вот Ну, вот у меня какой-то такой соус получился Теперь смешать это с сыром Ага Все вместе, да? Чувствую, ядреное получится у нас что-то Да Так О, у меня уже есть готовые картошечки Я их в более холодную зону перевожу Красиво получается Так, ну что, выкладываю салат просто вот так Да Как, вот как душе угодно Смотри, какая красотища Спасибо Да Давайте уже выкладывать Потому что, честно говоря, уже хочется кушать А, то-то, то-то А я что говорил Так Я могу красиво по бокам разложить, нет? Нет? Давайте Давайте, подержи тарелку Ага, давай, давай Хорошо Ну, с ума сойти Правда, ты знаешь, вот в этот момент Когда готовая картошка или вообще что-то готовенькое и плоское Оно всегда норовит упасть туда внутрь сквозь Я вот пока... Это называется закон бутерброда Да Так Все И что, сверху выкладываем соус? И сверху поливаем соусом Не перемешивая Оставляй вот так слоями Да Да-да-да-да-да Мы так польем А потом будем пробовать Только Ты меня так напугал Я сейчас еще соус попробую А вдруг он Ты уже такой совсем-совсем не древний Нет, соус хороший Хороший получился Я добавила еще сахару Да И Так, все Остудим Как здесь вообще все раскочегарилось Да Да Последняя картошинка Последняя 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 маленькая Так, а у меня Сейчас и шпикачки-то смотри Поспевают Ух ты Где-то у меня была специальная варежка А цвет-то какой красивый Желтая горчица Красота Зеленый салат Белый сыр Вот теперь не страшно Вам не страшно серый волк Николай, оригинально у вас всегда рецепты Такие, скажем, не ходовые И, скажем так, мужские рецепты В общем, не особо затейливые Не затейливые Нет, в том смысле, что Калориев в них Несчитанное количество Ну Ну, мужчины, мне кажется, мало все-таки Озабочиваются Подсчетом калорий Главное, чтобы вкусно было Конечно И много Конечно О, вот это точно Ну как? Отлично Как скворчить? Вполне по-весеннему Салат выглядит Очень свежо Я помню, когда дочки Ой, аж пикачки, как они Да, да, да Вот я как раз хочу сказать Потому что когда я дочки делал Вот Даже на сковородке Вот так, когда их надрезаешь, хвостики И они так вот растопыриваются Она их называла крокодильчики Ну Не знаю почему Ну, наверное, из этой вот Из-за разверстой пасти Так Так, салат у нас готов Готов Вот такой аппетитный получился Красивый Так Шпикачки тоже готовы Шпикачки готовы Поэтому мы, наверное, сейчас с тобой сделаем Маленький перерыв на обед Николай, посмотрите, как мы с вами мудро поступили Приготовив теплые картофельные салаты Шпикачки Потому что выдержать 5 часов, дожидаясь Когда будет готова наша свиная шейка Мне кажется, нам бы было трудновато Ну уж не 5, но сколько Часа 3 прошло Начали мы с утра Да Мы хотели сделать себе ранний завтрак А у нас получается поздний обед Ну что, достаем? По времени все должно быть правильно Ну-ка Прекрасно Yes Прекрасно Красота Да, в городской духовке навряд ли получится сделать так замечательно Я потом дам рецепт Конечно, так вот с дымком не получится Но Но Расскажу Можно сделать в городской духовке Но там терпение потребуется еще больше Так, так, так Готово у нас блюдо Я здесь Тяжелое Отлично Будем разрезать? О, почему бы нет Так А вилочку можно? Вилочку, да А я пойду схожу за тарелочкой А мы ложим здесь Сейчас А, давайте Сейчас Я так немножко наискосок, да? Чтоб красиво было Что-то красиво было Сочное, ароматное О, о Да Да Девятая А я немножко добавлю зелени свежей Николай, ну мне кажется, что в обычной духовке Не получится такого особого вкуса Не получится Потому что, согласитесь, что еда, приготовленная на свежем воздухе На открытом огне, имеет особый вкус И это так Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»